Воскресенье Христово видевшее, поклонимся Святому Господу Иисусу, единому безгрешному. Мы продолжаем наше исследование Первого Соборного Послания апостола Яна Богослова. Еще раз подчеркну, что вещи, поднимаемые этим посланием, истины, о которых говорит, свидетельствует апостол Ян Богослов, они очень сложны для восприятия. Они сложны, даже если взять в руки это послание и читать его, даже если в него погрузиться. Даже если заучить попытаться каждое слово в этом послании наизусть, оно все равно будет восприниматься чрезвычайно сложно. Вроде бы все откликается, вроде все понятно, но за каждым из слов истин, свидетельствуемых Иоанном Богословом, без насодержания. И поэтому так трудно говорить, и так трудно исследовать. И моя задача не исчерпать, даже не прикоснуться к исчерпанию содержания этого послания, а просто остановиться на некоторых важных свидетельствах, характерных чертах, для того, чтобы человек примерно имел представление, если есть для этого желание, о чем свидетельствуется, о каких глубинах свидетельствуется этим посланием, и дальше предпринял бы труд, обращаясь к святым отцам, обращаясь к причастию этой жизни, пытаться уяснить для себя, раскрыть для себя, раскрыть в самом себе содержание первого послания апостола Иоанна Богослова. Следующий фрагмент, к которому мы обратимся, фрагмент первой главы первого соборного послания апостола Иоанна Богослова, следующий, начиная с пятого стиха. И вот благовестие, которое мы слышали от Него, и возвещаем вам, Бог есть свет, и нет в Нем никакой тьмы. Если мы говорим, что имеем общение с Ним, а ходим во тьме, то мы лжем и не поступаем по истине. Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом. И кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Вот свидетельства, так как всегда бывает у Иоанна Богослова, нам достаточно знакомы. Бог есть свет. Мы слышали об этом Его в Евангелии, вот в нескольких местах, и в конце концов свидетельства самого Иисуса Христа, «Я есть свет», говорит Христос. И если ходим мы во свете, подобно как Бог во свете, то имеем общение друг с другом. Вот на этой фразе мы остановимся. Все вроде бы знакомо, все понятно. Если ходим во свете, то имеем общение с друг с другом. В последнее время, таково оно наше последнее время, в том смысле, что конец XX века, и особенно начало XXI, это время, когда человеческому общению уделяется просто огромное количество внимания. Фактически общение становится какой-то квинтэссенцией жизни, каким-то выражением жизни человеческого общества как такового. Фактически общение является главным проявлением жизни в человеке. Даже богословие уже мыслится в категориях общения, в категориях диалога. Об этом пишут докторские и кандидатские диссертации, об этом говорят проповеди, об этом свидетельствуют очень многие богословы, как православные русские, так и греческие православные, так и католические богословы. Это тема дня, это некоторое явление, которым по преимуществу выражает наш век, если рассматривать его хоть в каких-то положительных, позитивных сторонах. Много говорится об общении, много говорится о коммуникации, особенно в контексте глобализации, в контексте того, что дает миру, в частности, интернет. И вот говоря об этом общении, об этом коммуникации, важно возвращать и утверждать все это вновь и вновь на свидетельстве нового завета. И вот апостол Иоанн свидетельствует, что общение, оно возможно, подлинное общение, возможно только во свете, только тогда, когда люди причастны к свету. И чем ближе, чем больше в них света, тем больше они способны на самом деле общаться. Поскольку самым светлым светом, если вообще не сказать единственным светом, как мы говорили и про жизнь в свое время, единственным светом является Бог, то подлинное общение, естественно, возможно только в Боге. Только внутри Бога есть подлинное, настоящее, истинное и совершенное общение, если уместно так говорить, вот словами, лексикой начала 21 века, говоря об общении лиц Святой Троицы. Богословы использовали несколько другие слова и описывали несколько другое явление. Но если мы можем говорить об общении лиц Святой Троицы, то вот это и есть только общение. Это то совершенное общение, которое назначено человеку. Чем дальше человек от Бога, тем меньше в нем света, тем меньше он способен к общению, тем меньше подлинности в том общении, которое ведет человек, тем меньше истинности в том, что человек называет общение. Потому что ведь что такое общение? Это же корень общности, это именно способность стать единым, способность проникнуть в другого и быть пронизанным другим. То есть по сути дела действительно в общении человека с человеком скрывается или раскрывается тайна Святой Троицы, вот так как она обозначена Святыми Отцами, что человечество призвано стать по образу Святой Троицы единая человеческая природа во множестве человеческих ипостасей, человеческих лиц. То есть опять-таки общение по образу Святой Троицы действительно задано человеком. Это не есть некоторая надуманность и потому мир так, точнее, потому Церковь так много говорит сейчас об общении и свидетельствует миру о правильном общении, пытаясь на языке понятном и доступном миру раскрыть все-таки неприходящую, никогда не устаревающую новость, свидетельство о Боге Троице. И вот есть даже среди святоотеческого наследия такой образ в книге Авва Дорофея, всем достаточно хорошо известный, приводится образ такого круга, центра которого является Бог, как источник света и жизни. А вот на самом дальних радиусах от этой точки находятся люди. И если они будут стремиться к центру, к Богу, то чем ближе они будут к Богу, тем ближе они будут друг к другу. Чем ближе они будут к Богу, тем больше общности будет у них друг с другом, чем светлее становятся они сами, тем больше у них и глубже их собственное общение друг с другом. И понятно каждому же, что общение само по себе есть все-таки удел света, это есть, ну если так можно сказать, удел светлого человека, потому что только светлый человек и может общаться, быть способен вообще к общению. Ведь общение, ну вот даже такой простой пример, как тяжело, а иногда просто невозможно общаться во тьме, если кругом темнота, если ничего не видно, если темнота настолько густая, что даже ничего не слышно, ничего не осязают наши органы чувств, кроме темноты, как общаться с человеком. Такая вот невещественная тьма, о которой, например, в частности говорится в книге «Премудрости» Соломонов, вот такая действительно подлинно адская тьма иногда охватывает души человека, и они не могут в принципе общаться. В этом темноте порой люди доходят до самых отчаянных шагов, выключая себя из жизни, и как ни стараются люди вывести их, вытащить, буквально я говорю это, часто выцарапать их из этой темноты и сделать их способными хоть немножко пообщаться, это оказывается невозможно. Настолько в темноте нельзя общаться. Человек может общаться только в свете, и чем ярче этот свет, тем более правильное и более глубокое общение. Поклонимся святому Господу Иисусу. Для того, чтобы общение началось, человек должен раскрыться, он должен отверзнуть себя, раскрыть свое сердце, раскрыться навстречу другому, то есть распахнуться, как бы выпустить свет или свет впустить. И чем больше в нем самом светлого, искреннего, чем больше в нем действительно правильного человечества, чем больше в нем от образа Божьего, который есть свет истинный, просвещающий всякого человека, приходящего в мир, как сказано об этом у того же апостола Иоанна в прологе к его Евангелию, вот насколько он в этом образе Божьем ходит, насколько он действительно светлый, настолько это отверзание человека навстречу другому способствует действительно общению, то есть обретению некоторой общности. И разумеется, общность это будет тем больше, чем больше света в другом человеке, чем он, насколько больше он сам сохранил в себе образ и подобие Божье, насколько он сам светил. И чем больше этого света, тем больше достигается именно общность в общении, не просто обмен информацией, ведь цель общения не в обмене информации. Это мы сейчас в нашем падшем мире извратили общение, как обмен даже уже не информации, потому что часто это просто совершенно бессодержательные какие-то слова, выражения, а то и просто междометия или нецензурная брань, выражающая только эмоции и не имеющая совершенно никакого содержания. Общение предлагает именно обретение общности. Общение это путь человека к единству, и потому подлинное общение, то есть к потерянному единству, которое человек потерял в день своего грехопадения, потеряв единство тогда с единственным другим человеком на земле, когда произошло разделение Адама и Евы, и они узнали, что такое стыд и страх, и предпочли сделать себе припоясание смоковничных листьев. Так вот, если так понимать общение, то понятно, что по-настоящему общение возможно только в церкви, и нигде больше оно поистине, по глубине невозможно, потому что только здесь человек сам стремится к свету, и встречает такое же стремление в другом человеке, и более того, потому что церковь и создана, как место, в котором люди могут обрести единство, то есть общность. И чаша, вокруг которой они собраны, есть чаша общения, чаша общности, причащаясь к которой, и они действительно вкушают свет, потому что Бог есть свет, и действительно приобщаются, становятся общими друг к другу, потому что в них течет один и тот же свет, в них течет одна и та же жизнь. Поэтому подлинное общение действительно возможно только в церкви. Ну, и вот с глубин или с вершин такого апостольского свидетельства можно спуститься в более понятные психологические реальности. Каждому же понятно, что ревность, зависть, обида, гордость, сластолюбие, страсть, похоть, любые другие страсти, они мешают общению. Они не дают человеку возможности общаться. Они вообще, в принципе, разрушают всякое общение. И чем больше этой страстности в человеке, тем менее он возможен к общению. И понятно, что все эти страсти, они и есть та тьма, которая застилает, застит свет в человеке, которая не дает ему возможность быть светом. Это та тьма, которая есть в человеке, которая есть плод грехопадения, и которая искажает его первоначальный светоносный облик. Вот этот цвет, который просвещает всякого человека, грядущего в мир, он помрачается из-за страстей. Он никогда в человеке не потухает окончательно, но он помрачается до такого состояния, что фактически человек превращается в черную дуру, все поглощая, ничего не отдавая, становясь совершенно темным явлением человеческого мира, человеческого социума. А во всех остальных случаях этих страстей все-таки не так много, но они мешают общению и приводят к тому, что человек становится одиноким. Потому что единственный выход из одиночества – это общение, обретение общности с другим. А это умешает страсти, мешает свет, мешает тьма, которая во мне не дает воссиять свету. И далее апостол Иоанн во второй главе продолжает эту мысль и говорит, кто говорит, что он во свете, а ненавидит брата своего, тот еще во тьме. Кто любит брата своего, тот пребывает во свете, и нет в нем соблазна. А кто ненавидит брата своего, тот находится во тьме, и во тьме ходит, и не знает, куда идет, потому что тьма ослепила ему глаза. Смысл здесь вот этого высказывания, понятно, что оно продолжает слово, евангелиста апостола Иоанна продолжает слово о свете, о том, что есть свет в человеке, и как возможно подлинное общение человека с человеком. И вот из этого отрывка важно не то, что, как это воспринимается сразу, что если я люблю, значит я в свете. Это мы так понимаем, что если мы говорим другому человеку люблю, если мы чувствуем, что мы любим другого человека, то значит мы делаем отсюда вывод, что мы во свете, что мы и светлые люди. Но евангелист Иоанн, он не так мыслит и не так свидетельствует. Любое его высказывание, любое его свидетельство, любая истина, которую он открывает, она амбивалентна. Если есть тьма, хоть какая-то, хоть сколько-нибудь, значит это не полнота света. А если это не полнота света, значит никакой любви нет. То есть, если есть хоть какая-то страсть в человеке, то есть тьма, а значит человек не может говорить, что он любит другого человека. Конечно, мы говорим это, и говорим иногда очень искренне, а иногда на самом деле очень верно. Но со временем жизни мы понимаем, что на самом деле это не настоящая любовь, это какая-то предверие любви, это предощущение любви, это способность, это любовь, которая показывает наше желание и способность любить. Но все-таки это не есть та совершенная любовь, когда человек совершенно погружается в свет. О такой любви может говорить Амвросий Оптинский, Серафим Саровский и другие святые имения, может быть нам известные по своей жизни, как мы знаем, как в их жизни сияла любовь, как они видели, ощущали, находили буквально общность с любым человеком к ним приходящим. И общность таковую, что в этом человеке помогли воссиять его собственному внутреннему свету, ему же когда-то данному Богом при рождении. И действительно обреталась совершенно невероятная общность, о которой мы сейчас читаем в жизнеописаниях этих святых. Вот они достигли совершенно любви, потому что у них все, и действительно у них все было пропитано светом. И этот свет, поскольку все кругом было светло, они видели другого человека. Собственно, это и есть прозорливость. Это не есть некоторое угадывание, и не есть некоторое там, вот я не знаю что, какой-то некий вот дополнительный дар, даруемый человеку. Просто человек совершенно, ему все светло, у него все прозрачно, он все видит, что в этом мире происходит. Совершенно светло сердце другого человека, которое к нему сейчас приходит. Он видит, не просто и не обращает на это внимание, какие у этого человека грехи, или что он там натворил, не в этом же дело, это тьма, он не хочет ее видеть. Он видит то светлое, что есть в этом человеке, и помогает этому светлому раскрыться и победить тьму, которая тоже есть в этом человеке. Вот это путь, который раскрывает Иоанн Богослов. Не то, что я люблю, значит я во свете. Мы знаем сколь угодно страстных любовью, любовей, напитанных страшной тьмой, больше, чем света. Это, например, не только, так сказать, сюжеты романические или романтические. Вот, например, в Печорском Патерике есть сказания о монахах тамошних, Тите и Ивагрии, которые так любили друг друга и были такими друзьями, не разлей вода, что просто вот, ну, согласие жили полным и все друг с другом разделяли, но что-то случилось, и они возненавидели друг друга лютой ненавистью. Значит, на самом деле, они не в свете жили, они жили во тьме, но считали, что это свет. И эта тьма, в конце концов, по крайней мере, одного из них она поглотила окончательно. То есть нельзя сказать, что если испытываю симпатию или чувства, то это и есть подлинная любовь, потому что Бог есть любовь. Мы дойдем еще до этого свидетельства Иоанна Богослова, а значит, если я люблю, если я говорю о любви, значит, во мне живет Бог. Вот мера подлинности любви вообще, она мерится божественной меркой, божественной высотой. И говорить о подлинности любви может быть только отсутствие совершенной тьмы в каждом человеке. Ну и в заключении апостол Иоанн Богослов говорит, что в Боге нет никакой тьмы. Нам кажется, естественно, что откуда же в Боге может быть тьма? Там же, разумеется, только свет. Но из этого свидетельства очень важно. Тьма – это однокоренные слова этому муть, мутность, то, что смущает, то, что не дает света, то, что вносит некоторое страстное волнение. Это всегда тьма. И с этой точки зрения, например, очень ценно свидетельство святых отцов, что когда бывает некое сверхъестественное явление какого-то света или светлого существа или какого-то откровения, если в сердце возникает смущение, если поднимается некоторая муть со дна сердца, если возникают некоторые страстные движения в ответ на это явление света, значит, это не Бог. Потому что в Боге нет никакой тьмы, и Он не вызывает нас никакой тьмы. Наоборот, Он все только делает светлым в нас. А когда действительно является свет от Бога или Бог во свете, никакой тьмы, никакого волнения, страсти, никакой мути со дна сердца не поднимается. И это критерий определения истинного Бога откровения от ложного. Поклонимся Святому Христову Воскресенью, Всего прииде крестом радостному миру.